МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считает это обычным дополнением своей трапезы. Вот только это не просто часть нашего рациона. Как не ошибиться и выбрать качественный продукт? И кто из производителей хлебобулочных изделий лучший? Об этом в программе Качество. Для многих потребителей от нарезного батона веет чем-то родным и знакомым. Именно такие батоны продавались в советских булочных и стоили 16 копеек. Они так и назывались батоны по 16. И долгое время оставались самым народным хлебом. Сейчас в хлебном магазине ассортимент побогаче, чем 30 лет назад. Однако нарезной батон не утратил своих позиций и до сих пор является, пожалуй, самым популярным из сортов хлеба. В заводе я работаю 13 лет. В детстве мечтала побывать на экскурсии. Так получилось, стало работать. Я пеку батоны. Моя задача – следить за растойкой. Надрезаю я батоны. Мне нравится, что выпекаем для людей вкусный хлеб. Мы его сами едим. И до хлебзавода пока работал. Мы тоже все время покупали хлеб этого завода. И сейчас, в данный момент, тоже постоянно покупаем наш хлеб. Вкус детства самый запоминающийся. Прежде чем попасть на стол, батон проходит огромный путь. Все начинается с подготовки закваски. Именно из нее после соединения с мукой и получается тесто. Причем, чем дольше стоит тесто, тем больше оно накопит вкус и аромат. А значит, и батон получится лучше. С этого начинается качество. Вкусный и хороший хлеб требует времени. Мука, вода, дрожжи – все продукты должны быть натуральные. Вкусный хлеб получается именно с помощью процесса брожения. Нужно, чтобы тесто хорошо поднялось. Выпускаем много. Спрос на батон нарезной у нас очень большой. Особенно город. Все тестовые заготовки у нас проверяет лаборатория. У нас сменные технологи. Они проверяют и температуру теста, и содержание в тесте. И уже на выпуске тоже лаборатория полностью проверяет по всем параметрам батон. Огромная печь размером с однокомнатную квартиру. Здесь и выпекается батон. Печь полностью закрыта. За процессом выпекания технологи следят через небольшие окошки. Это что касается автоматизированного производства. Но спрос на батон настолько большой, что на заводе работают сразу две линии. Автоматизированная и ручная. И тут и там на выходе из печи хлеб орошается питьевой водой, чтобы корочка стала мягче и приобрела особый глянец. Готовый батон сразу идет на погрузку. Более ста тонн. Именно столько выпускается каждый день. Мы решили для начала узнать мнение потребителей. В обычном магазине покупатели пробуют пять образцов батона. Название и производитель им неизвестен. Задача выбрать лучший образец нарезного батона. Чебоксарский хлебозавод номер один. Компания Аконт. Шумерлинский хлебозавод. Индивидуальный предприниматель Намесникова. Своя пекарня. Батон – нечто среднее между хлебом и тортом. Так выразился один из наших дегустаторов. Любой среднестатистический россиянин знает, что батон можно использовать не только в качестве основы для бутерброда. Его добавляют в котлеты, гренки из него в салат, ну а если с вареньем, то это уже целый десерт, кто как любит. Но главное, чтобы он был качественный. А на что больше всего внимания обращают потребители? Когда я покупаю хлеб, я обращаю внимание на цвет, на текстуру хлеба, ну и запах, естественно. Вот такой должен быть свежий. Любим, конечно, газ как без хлеба для бутербродов, для завтрака. Хлеб, когда свежий, должен, когда нажимаешь, он должен подняться обратно, принимать свою форму уже. Вот он свежий хлеб считается. Желающих выбрать качественный батон было много. У стола дегустации столпились неравнодушные покупатели. Я дала предпочтение первому. Он слаще, я люблю сладкое, поэтому мне нравится больше первый. А так и пятый тоже хороший. Образец номер два неаппетитный сразу выглядит. Образец номер три кислый мне понравился, показался. Пять какой-то рыхлый или какой-то он там. Ну, этот мякоть белый, но все равно на вид ничего-то не тот. Видимо, может быть, частная пекарня или какая-то это, я не знаю. Но понравился образец номер один. Пятый. Лучше всех, помягче. И, кажется, даже красивее. Второй шуховатый и третий также. Больше всего мне понравился первый. Вкус более, так скажем, хлебный, что ли, и послаще, чем остальные. А остальные были какие-то более рыхлые, текстура у хлеба. Как будто на разрыхлителе они такие. Четвертый номер, наиболее компактный хлеб. Можно в кармане заскать, в форме сумки. На вкус тоже хорошие, превысили для меня, крестьянина, вкус. Даже по внешнему виду номер первый выигрывает намного. Это бледный, он как суховатый, непропеченный. Номер первый самый, самый то. Вот этот второй номер, он как будто такой. Ну, он горел, даже внешний вид не хочется говорить. Сухой, сухой. Вот этот тоже сухий, они все сухие. Третий сухой. Он даже не сухой, он как непропеченный, как будто. Пятый сухой. Внешний вид для многих потребителей играет ключевое значение. Именно из-за некрасивого вида покупатели обделили вниманием отдельные образцы. Даже по внешнему виду я не хочу пробовать, честно говоря. Они какие-то раскрошенные, что ли. Ну, текстуру вот даже я вижу, какая. Вот это вот тесто само какое-то. Мне не нравится почему-то. А вот первый нравится. На внешность тоже выбираю. Ну, конечно, тут, мне кажется, даже вот этот белее, что ли, светлее на этот. Эти крошицы сразу видно, сразу на вид. За все существование программы «Качество», а это уже более семи лет, такое единодушие потребителей мы видим впервые. За образец номер два не проголосовал ни один из дегустаторов. По одному голосу получили образцы под номерами три и четыре. И чуть больше два жетона получил пятый образец. А с большим отрывом в лидеры выбился образец номер один. Ему отдали предпочтение 25 потребителей. Так решили покупатели. Но совпадет ли их выбор с мнением экспертов? Внешний вид, консистенция, вкус, запах в лаборатории торгово-промышленной палаты «Чуваши», куда мы и отнесли образцы батона, их проверят по арганолептическим показателям. Все они должны быть в пределах нормы по ГОСТу. Здесь важно все, даже упаковка товара. Продукт должен быть в индивидуальной упаковке с маркировкой и составом продукта на этикетке. Первый и третий образец изготовлены по ГОСТу. Второй по СТО, но в составе есть пищевая добавка. Это антиокислитель аскорбиновая кислота, поэтому его срок годности трое суток. В состав четвертого образца добавлен улучшитель. Из чего состоят третий и пятый образцы, эксперты не узнали. Что же касается внешнего вида, то... Согласно нормативному документу ГОСТу на изделиях хлебобулочные, изделия должны иметь овально продолговатую форму, ровную форму, правильные надрезы, что соответствует первый образец и третий образец. Четвертый и пятый образец не соответствуют по форме, по надрезам, по поверхности. По окрасу не соответствует неравномерный окрас. По поверхности присутствует подгорелость на основании изделия и также отсутствует глянец. Следующий показатель оценки изделий – внутреннее состояние мякиша, пористость, его равномерность, отсутствие закала и непромеса. Нужным показателям соответствуют первый и третий образцы. У второго образца пористость неравномерная, четвертый и пятый с одинаковыми недостатками, с одной только разницей – в четвертый образец добавлен улучшитель, поэтому он такой пышный. Внизу имеется мелкопористое основание, что говорит о том, что, скорее всего, хлеб невыбраженный, малообъемный, по запаху. Имеет слабо выраженный аромат, что говорит о том, что хлеб, скорее всего, невыбраженный, и поэтому имеет малообъемную форму и имеет следы мелкопористой поверхности. По оценкам экспертов, лучшими образцами признаны первый и третий. Но так как у последнего все же есть некоторые недостатки, победителем стал первый образец – нарезной батон Чебоксарского хлебозавода номер один. И это как раз тот случай, когда мнение потребителей и экспертов совпало. Подытожим. Как же выбрать качественный батон? Во-первых, внимательно читайте маркировку и изучайте состав. Здесь все должно быть предельно просто и не должно быть лишних добавок. Обращайте внимание на срок годности. Не стоит забывать, изделия из пшеничной муки хранятся сутки. Ну и, конечно, батон должен быть вкусным, чтобы есть его было одно удовольствие. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!